В прошлом году региональным правительством было принято решение создать комитет государственного заказа Тверской области. Его руководителем назначили Алексея Гулакова. Как за 9 месяцев новая структура повлияла на процедуру госзакупок и остались ли довольны участники процессов работы комитета? Об этом Мария Шалованова. Решение о создании комитета было принято в июне 2019 года. Как отмечал ранее глава Верхневоложья, основной функцией подразделения должна стать качественная и самовременная подготовка конкурсной документации, а также соблюдение сроков и графика проведения конкурсных процедур. Как подчеркнул глава региона, исполнение контрактов зависит от даты проведения торгов. Любой срыв приводит к тому, что работы или закупка необходимого оборудования, лекарств смещаются минимум на месяц. Естественным образом возникают риски несвоевременного исполнения работ, либо некачественного их исполнения. С этим и должны были бороться в новом ведомстве. Мы внимательно относимся к реализации норм и положению 44-го закона. При этом мы не оставляем свою позицию, которая направлена на протекционизм своих тверских производителей, но при этом все должно соответствовать законодательству. Теперь ставки действительно делаются на региональных производителей, в частности на среднее и малое предпринимательство. По сравнению с 2018 годом процент региональных компаний, которые выиграли конкурентные процедуры, вырос и теперь составляет 66% от всей суммы. Благодаря такой политике тверские производители смогли заработать на госзаказах более 32 миллиардов рублей. Причем участники рынка отмечают, что снизился и процент расторгнутых контрактов, в большей части благодаря именно новообразованному комитету. Наибольшая сумма закупочных процедур, проведенная в 2019 году, сосредоточена в транспортной и дорожной отрасли. 22,8 миллиардов рублей и 11,4 миллиарда рублей соответственно. 9,2 миллиарда рублей – это проведение закупок в отрасли здравоохранения. 2,3 миллиарда рублей – проведение закупок для строительной отрасли. Эти сферы останутся приоритетами в 2020 году. Например, Минтранс планирует провести 6 госзакупок на сумму более 8 миллиардов рублей. В их число входят ремонтные работы на дорогах Тверской области, а также строительство Западного моста. Минздрав проведет 48 закупок. Среди них поставки лекарственных препаратов, обновление опорудования в учреждениях и их капитальный ремонт. Мы за небольшой период времени наблюдаем позитивные улучшения. Я это связываю в том числе и с поддержкой Федеральной антимнопольной службы. Нас мы в прошлом году проводили большие консультации по оказанию методологической поддержки, обучению сотрудников, которые занимаются этой работой, и в том числе обучению компаний, которые являются претендентами на реализацию своих товаров и услуг. Стоит отметить, что в Тверской области, в отличие от некоторых других регионов, выработана методика проведения конкурсных процедур. Так, на ремонт и строительство домов закупки должны быть оформлены уже к 30 апреля. Это дает возможность провести все конкурсные процедуры заранее и начать работу в комфортное для этого время, когда нет холодов, морозов и дождей. А закупки, на которые погодные условия влияют в меньшей степени, будут проводить позднее. Поставили срок, который у нас отражен в нормативных документах, это 1 сентября, чтобы основные объемы закупок были размещены до этого времени. И дальше у нас уже был бы оперативный маневр для того, чтобы при необходимости можно было скорректировать наши планы в случае каких-то фурс-мажорных обстоятельств. Игорь Удени по итогу заседания поручил областным министерствам и ведомствам обеспечивать эффективность процессов в этой сфере. Субтитры создавал DimaTorzok